Поэтому естественное желание горожан одеться полегче, то простудных заболеваний не избежать. В зоне риска дети. Столичный детский сад «Журавлик» на своем примере показал, что лучший способ борьбы с гриппом – профилактика. Каждое утро Лиана отводит маленькую Улю в 180-й детский сад. Несмотря на вспышку гриппа, она, как и сотни других родителей, абсолютно спокойна за ребенка. Уже на пороге ее чадо осматривают и измеряют температуру. Только после соответствующей записи в журнал Ульяна присоединяется к ребятам. Наше дошкольное учреждение посещает 383 ребенка. На сегодняшний день процент заболеваемости ОРВИ – 2,5%. Если перевести в количественный состав, то это всего 9 человек. Чтобы снизить риск заболеваемости, мы, конечно, каждое утро перед приходом детьми проводим влажную уборку. Систематически мы проводим утреннюю гимнастику, закаливающие мероприятия. И, конечно, стараемся соблюдать личную гигиену. В борьбе с гриппом все средства хорошие. И если взрослым все можно объяснить на пальцах, то к детям нужен особый подход. Играя в больницу, воспитанники детского сада запоминают простые правила профилактики. Я ем макароны с луком. Еще ем я укроп. Я делаю зарядку по утрам, чтобы быть здоровым и крепким. Когда ты кушаешь, надо ставить на стол лук и чеснок. Мыть руки по утрам, чтобы не болеть. Игры соседствуют с физкультурными упражнениями. Начинаются они, едва малыши открывают глаза после обеденного сна. Вхождение босиком по ортопедическим коврикам – не только отличный способ закаливания, но и веселое развлечение. Самое главное, чтобы и в садике, и дома делали мы то же самое. Поэтому, родители, мы продолжаем работу в детского сада и дома продолжаем. Чтобы ребенок был здоров, нужен комплексный подход. К числу эффективных профилактических средств медики относят и заранее сделанные прививки против гриппа. Высокая сопротивляемость организма, конечно, зависит от многих факторов. И от быта ребенка, в каких условиях он живет. И от режима дня, насколько он хорошо его выполняет. И от питания ребенка. И не менее важная роль отводится и сезонной вакцинопрофилактике. Вакцинации против гриппа бояться не стоит, не надо. Вакцина безобидная. Вакцина очень эффективная. Низкая заболеваемость гриппом и респираторными инфекциями в детском саду 180, я считаю, напрямую связана с вакцинацией против гриппа. На сегодняшний день процент заболеваемости детей в дошкольных образовательных учреждениях небольшой. Однако, пик активности респираторных заболеваний еще не настал, предупреждают врачи. Если прививать ребенка в сезон простуд медики не рекомендуют, то местная профилактика всегда приветствуется. Оксалиновая мазь и одноразовые маски всегда должны быть под рукой. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует... Продолжение следует...